О том, что обязательно нужно обрабатывать кисти после использования, знают все, но дерматологи утверждают, что то же самое внимание нужно уделять и расческам. Дело в том, что наслоение волос, клеток эпители, остаток стайлинговых средств здесь создают идеальные условия для размножения бактерий. И если бы вы рассмотрели расческу под микроскопом, вы точно не захотели бы ей пользоваться. Самый распространенный вариант это, конечно, щетки и расчески из пластика. Такие купать можно раз в неделю. Для этого просто наполняем емкость водой, добавляем немного шампуня или жидкого мыла и замачиваем на некоторое время. После не забудьте промыть под проточной водой. Как известно, уксус придает волосам блеск и сияние, но еще также отлично справляется с грязью на расческах. Все, что нужно сделать, добавить немного уксуса в воду и замочить расчески как минимум на несколько часов. Но не всем расческам подходят такие ванные дни. К примеру, вот в массажных щетках установлена такая накладка из мягкой резины. И если ее мыть, то тогда влага будет попадать вовнутрь. Это может привести к появлению неприятного запаха и даже к появлению плесени. Поэтому либо эту расческу нужно перед мытьем разбирать, либо обрабатывать дезинфицирующим спиртовым раствором не чаще, чем два раза в месяц. Ну вот совсем другое дело, как новенькие. А вот насколько часто нужно мыть расчески, устраивать им банные дни, зависит от того, насколько часто вы пользуетесь стайлинговыми средствами. В среднем это один-два раза в неделю. Но если вашей расчески больше 12 месяцев, ее пора сменить на новую.